Здравствуйте, дорогие друзья! Ваейра Ашемел Аврагам Дословный перевод Ваейра и показался Всевышний Аврагам Показался Более так литературно переводится И явился Всевышний Аврагам До сих пор, когда Всевышний хотел обратиться прямым текстом к Аврагаму То Аврагам должен быть в каком-то состоянии несовершенно бодрого человека Он должен быть либо во сне полностью, либо в полусне Но ни разу не было, чтобы Всевышний явился к Аврагаму в открытую В этом слове, что подразумевает «показался» Вот как я есть, я так показался перед тобой Во-первых, это открытие И нужно заметить, что это открытие для нас Это новшество, новая ситуация у Авраама в его жизни Это лишь после того, как он совершил обрезание До обрезания этого не могло быть И поэтому это не было Аврагам был великим человеком с самого рождения С самого рождения он занимал величайшее место у Всевышнего Всевышний его очень уважал и любил Но вместе с тем, явиться к нему Пока у него, он пока не был, не достиг той степени Которая вызывает обрезание То он не являлся к нему Я являлся к нему, ну примерно, скажем так Ле Авди, Ле Леф Авдалот Чтобы мы отличили это одно от другого Как это было у Белама Белама, когда являлся Всевышний Когда он не показывался, только являлся, именно являлся Так он являлся к нему во сне Поэтому Белам говорил, когда первый раз к нему пришли Он говорил, хорошо, переночусь здесь, утром я вам дам ответ А что утром? Он знал, что ночью к нему явится Всевышний Когда он спит Но это же не сравнимо Но другого не было Было вот именно так, что до этого времени До вот этого периода, что он показался ему То есть он открылся перед ним Оголился перед ним До этого было примерно, если смотреть с наружной стороны Такой, как он являлся к этому, к Беламу Но в сущности, совсем в сущности это не так Абраам всегда был Абраам Абелам всегда останется Белам и Махшумов и Зихро А мы останемся там, где мы А где мы остаемся? Мы являемся его потомками Абраама И как он сам До сих пор Пока он был без обрезания Он все равно Был только Божьей слугой Больше ничем До безграничности Бесконечности У него своего ничего не было И поэтому он является так дальше тоже И мы стараемся быть, как он Почему мы стараемся быть, как он? Потому что он дал нам Он дал нам Талмуд говорит В трактакте Санадры В восемьдесят девятом листе Говорится Всевышний Говорит Абрааму Я тебя испытывал несколько раз И сейчас Это десятый раз Пожалуйста Пожалуйста Сделай мне одолжение Устой Перед Перед вот этим испытанием Пройди его тоже Чтобы люди не сказали Что вот так, как он этот не прошел Это то же самое В тех, которые он проходил до сих пор В них тоже ничего особенного нет Вот так рассуждает Талмуд В геморез Амадрын Спрашивается А если он десятый не прошел А девять он прошел И прошел, как нам известно Очень хорошо Очень На большой оценке Настолько, что Вур Каздин Его даже забросили в огонь Ничего Ничего Там Не было какого-то малодушия Или какой-то попытки избежать Это ничего не было То, что от него требовалось Он всегда делал Без того, что ему надо было указывать Несколько раз И без того, что Всевышний ему являлся все время А тут Когда тут Это было В самом конце сегодняшней главы Главы, где мы говорим О том, как он взял Исаака На На приношение его в жертву Всевышний ему сказал Возьми Вот я тебе даю сейчас Указание Возьми Возьми Исхака И принеси его в жертву Он на той горе Указал ему точные координаты Куда явиться Так о врагам Не задумываясь Сделал все, что нужно Встал рано утром Запряг Осла Взял своих помощников двух И пошел с ними И взял с собой сына Так рассказывает нам Тор Теперь у нас вопрос Как Талмуд Может такое сказать Что если бы ты в этом Если ты в этом Это не пройдешь, не дай Бог Так в глазах Людей Получится, что Твои прошлые Героические Поступки Самопожертвования Окажутся Пустыми Нулевыми Тут задается вопрос А почему чтобы они оказались Нулевыми А мало было Актов самопожертвования У евреев Впоследствии И без того, что Всевышний Являлся им и говорил Возьмите своего сына Мало, мало, мало Мало такого было Люди шли Отдавали жизнь свою За то, чтобы Оставаться Верным религией Авраам же был Тоже в верной религии Так что Почему чтобы они подумали Что он тут имел Какой-то интерес Не дай Бог Чтобы сказали Что первое Ни к чему Вот настоящее испытание Это вот этот Десятый Почему могло Быть такое мнение У нормальных людей И настолько Что Талмуд Должен сказать Что Десятый Десятое испытание Это Бросает Свет На первые девять Первые девять Испытания Мы еще не знаем Не можем их окрасить Человек Дал себя Забросить в печку И все остальные Мытарства И страдания Которые прошел Абрам Вурказдин Но он стоял На своем В чем же тут Талмуд Можно сказать Засомневался То есть Он не засомневался Но он подозревал Взял В расчет То что Публика Может Может Засомневаться А если Публика Сомневается То они Не могут Изнять Выучить Из того Что происходит Правильный урок То есть Если бы У Абрама Не было здесь Без конечной Любви И преданности Богу Безграничной Не имея ввиду Себя на миллиметр То Это может ввести Обманное мнение У Всего Его продолжения Всех Его потомков А его потомки Ему были очень важны Потому что У потомков Нет Чего-то Другого У потомков Есть все Что было У наших Предпев Отцов Почему Когда мы молимся В самом важном месте В течение Отечества Мы говорим Барух Оттар И Аллокей Ибрахам Аллокей Ицхак И Аллокей Иакоб Вот так мы говорим Почему Мы О других Не говорим Вот эти Трое Они называются Отцы Авраам Ицхак И Иакоб Это наши Отцы А Больше Никого Так не называют Двенадцать Вождей Наших Колен Не называют Отцами Кого Называют Авраам Авину Ицхака Авину Яков Авину Остальных Уже Так Не называют Потом Уже Идут Другие Названия Другие Сановные Названия Скажем Моше Рабейну Моше Наш Учитель Иона Анови Шломо Амелых Дави Амелых Но Нету А вот Больше Несмотря Что Руководителей И вождей В нашей Нации Слава Богу Было Достаточно Поэтому Мы Выжили Хасидимзима Объясняет Какое Отношение К вождю Имеет Народ Насколько Это Едино Едино Настолько Что Душа Душа Вождя Проникает В душу Каждого Каждого Сына Его Поколения Сына Дочери Я имею ввиду Каждого Человека Иудейского Его поколения Свет Его души Связан Со светом Каждого Человека Вот эти Искры О которых Мы говорили Еще будем Много Говорить Искра Душа От души Предводителя Переходят К народу И поэтому Народ Наш народ Отсюда он черпает Свою Энергию Свою Стойкость Свою Несгибаемость На любые Ситуации От Роли Предводителя А Авраам Был первый Хоть он и Жил только Для себя Он жил тоже В Настоящем Но Главное Его Чего и заботило Его заботило Будущее Он понимал Сколько он Всего Жил Недостаточно Было Совсем Несколько Тысяч лет А надо было Жить еще Дальше Первый Цикл У нас Заканчивается В 6 тысяч Лет А тогда Это еще Было далеко От этого Это было Где-то Три тысячи Может Три тысячи С чем-то Так что Тут Нужно Разобраться И как Во всем Без хасидизма Мы не можем Разобраться Почему Потому что Как мы уже Говорили Не раз И это Очень важно Запомнить И Размышлять Этим Главная Суть Всего Створения Это когда Мы знаем Что все Имеет Свою Наружную Часть И Имеет Внутреннюю Часть То есть Решающая Она Внутренняя И И для того Чтобы Чтобы Она Прошла В Наружную Часть Есть Очень Большие Процессы И В каждом Из нас Это Есть И Каждый Человек Задумается То Он Найдет У себя Каждый День Что У него Есть Внутренняя Жизнь И Есть Наружная И Просто Если мы Возьмем Человека У человека Есть Душа Каждый Из нас Понимает Что Есть Душа Не важно Как он Понимает И не знает От кого Он Понимает И Откуда Берется Эта Душа Но Главное Он Знает Что У него Есть Жизнь В нем Бурлит Жизнь А снаружи Он Может быть Спокойный Он Может быть Угромый Он Может быть Веселый Он Может быть Озабоченный Он Может быть Красивый Некрасивый Как он Одет Это Уже Совсем Наружные Вещи Но Это Все Есть Душа Это Внутренняя Часть А Тело Это Наружная Часть Душа Тоже Разделяется На две Степени Первая Душа Это Душа Животная Душа Природная И Так Написано В Тане А Таня Берет Это Из Кабалы От Аризала Что У каждого Еврея Имеются Две Души Одна Животная А Другая Божественная Душа То есть Так Животная Душа Имеет Свою Цель Своё Назначение Её Назначение Это Дать Более Жизненные Аспекты Жизни Организма То есть Сама Душа Как только Она Появляется В человеке В человеческом Организме Это Духовная Душа Она Делает Только то Чтобы он Вдруг стал Жить Общее Такое Чувство Что он Живёт А Детальные Это Уже Другая Часть Для Этого Эта Божественная Душа Должна Одеться В душу Натуральную Натуры Душа Животная Так В кавычах Или не в кавычах Нужно назвать Это животная душа Потому что С этой душой Мы одинаково Мы когда Кушаем Нам вкусно Так это У животных То же самое Мы когда Голодные Мы начинаем Чувствовать себя Плохо Это у животных То же самое Когда нам Холодно Или 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 Жарко Или ещё Что-нибудь Мы хотим Пить Всё это Так же Одинаково Поэтому Называется Это Животной Душой Но не имеется Ввиду Тут унизить Человека Разве что Он сам Унизит себя Он себя Может привести На уровень Животных Очень Потом Потом на эту душу На вот эти Совершенно Правильные Симптомы Вот этой Натуральной Дыши Приводится Ещё что-то Это уже Всякие Лишние Вещи Которые Накладываются На неё И именно На неё Не на Божественную душу На Божественную Невозможно Ничего наложить Она Никакого Отношения Не имеет К материалу Это Полная Духовность А На вот эту Животную Душу Что она Между Между Духовным И Материальным Туда Это укладывается Хорошо И поэтому Все наши Все наши Природные Природные Стремления Как Например Иметь Детей Продолжение Это же самое Главное В нашей Жизни Если бы У нас Не было Не было Какой-то Страсти Которая Есть То Человек Бо Не сделал Такого Такой Процедуры Ведь Мы знаем Что Эта Процедура Была У Авраама С Евой Потому Потому Что У них Не Была Етер Гора Жить Они Жили Они Питались Им Было Холодно Или Жарко И Они Занимались Этим Тоже Потому Что Надо Было Надо Рожать Детей Но Они Это Делали Совершенно Без Разврата Без Того Чтобы Превратить Нормальное Природное Что Дает Природа Что Дает Всевышний Превратить Это В какое-то Зверство И Каждый Из нас Знает Взрослые Люди Интеллигентные Мы знаем К чему Это Приводит Каждый Раз Куда Это Привело Человечество Привело И Приводит До Сих Пор Все Явления Негативные Начинаются С того Что Они Обосновываются На Совершенно Позитивных Нормальных Явлениях Человеческого Организма Человеческой Природной Души А Почему Это Так Так Хотел Всевышний Всевышний Мог сотворить Человека Без Вот Этих Возможностей Грешить И так Далее Но Ему Был Интерес Такой Почему Был Интерес Такой Никто Из нас Не знает Есть Некоторые Выражения В Кабале Ицхайм Почему Всевышний Сотворил Мир Чем Чем Было Чтобы Все Оставалось Духовным Чем Было Плохо Были Ангелы Чем Это Плохо Духовные Миры Но У Всевышнего Был Интерес Настолько Глубокий Что Он сказал У меня Главная Главная Цель Это Самый Самый Низкий Мир Что Ниже Его Быть Не Может Именно Там Я Хочу Основать Своё Жилище Своё Местонахождение А В жилище Человек Находится В любом Состоянии Что Значит Я Нахожусь У себя Дома Или Нахожусь Вне Дома Вне Дома Я должен Смотреть Куда Я Сейчас Иду С Кем Я Повстречаюсь И Соответственно Я Должен Привести Себя Должен Себя Одеть Так А у себя Дома Я могу Ходить Как Угодно Я Могу Полностью Расслабиться И Вот Это Чувство Было У Всевышнего Он Хотел В Самом Низу Там Где Может Расположиться Очень Легко Зло Как Это Потом Проявилось У Хавы Со Змеем Но Он Этого Не Сделал Он Хотел Чтобы Была Вот Эта Борьба И Вот Эта Борьба Принесет Принесет Большой Большой Свет Принесет Введет Нас В Новый Мир То Есть Вот Первые Шесть Тысяч Лет Закончится Начинается Второй Цикл Создания Мира Этот Мир Основан На том Что У Нас Мы Вот Как Мы Видим Физически Для того Чтобы Вот Это Все Понять Чтобы Вникнуть Во Все Это Нам Нужно Очень Долго Изучать Хасидут Наши Рэбе Всегда Считали Что Наука Она Не противит Историю Не опровергает Тору А наоборот Она ее поддерживает Как ни странно Мы уже говорили В Порошат Ноах Что На Шестисотый год Жизни Ноаха Объявился Мабул Потоп И как это Происходило Открылись Подземные Валы Воды Большие Большие Родники С водой Спорхнули Наверх И Большие Волны Вырвались Оттуда И То же самое Большие Громадные Дожди Объявились С неба И так Получился Потоп Так На это Написаны Взоры Что В шестисотом Году Шестого Тысячелетия Откроются Науки Очень важные Науки Вот Упадут В наш мир Науки Какие Науки Одна Будет От Сфера Тахохма С внутренней Части Стороны А другая Будет Снаружи Так Снаружи Тогда Раскрылось Очень много Научной Мудрости Внешне А В Торе Открылся Еще один Слой Раскрылся Слой Хасидизма Которую Которую Открыл Балшемтов И когда Мы будем Разбираться Еще В Датах Так Мы увидим Что это Было В одно И то же время Наука Сегодня Однозначно Соответствует Торе Науке Торе Объяснение От Любавишского Рэбе От Нашего Рэбе Есть Даже Книга Книга Которая Называется Тора Умада Рэбе Только Рэбе Там Тора Умада Это Тора И Наука Сегодня Открылись Для нас Для того Чтобы Для того Чтобы Мы могли Это Использоваться Использовать Пользоваться Этим Для Понятия Торы Для понятия Хасидизма Который Открылся Можно Сказать В то Время Когда Очень Щироко Распространились Внешние Науки Это Оно Нам Помогает Как Например Квантовая Физика Или Квантовая Механика Если Вдуматься В этом И начать Это Изучать Глубоко То Вы Увидите Насколько Это Помогает Чтобы Две Против Положности Были Одновременно Чтобы Влияние Было Без Всяких Без Всяких Материалов Так что В наше Время Единственное Что нам Остается Это Вести Себя Так Как Всевышний От нас Требует Потому Что Мы Без Этого Не Обойдемся И Все равно Будем Там У той Черты Это Не Может Быть Иначе Поэтому Должны Определиться Нужно Смотреть Разбираться Особенно То Что Говорится Начинает Порошат Брэйшит Все Что Происходит В мире Мы Уже Знаем Основу Глава Торы Дает Жизнь Всему Из Нее Исходит Энергия И Все Повторяется И Повторяется Именно То Что Происходит Там В главе Торы И Это Все Транслируется В наши Души Чтобы Пробудить В нас Открыть Новые Таланты Новые Способности Чтобы Приспособиться К ситуации Поэтому Мы должны Жить Главой Торы Мы должны Приспособить Себя К этой Ситуации А Когда Мы Видим Что Происходит И Видим Что Большинство Человечества Делает Все Наоборот Конец Будет Такой Как В то Время Что Описывает Нам Тора Это Не Меняется Избежать Этого Невозможно Избежать Это Возможно Только Если Мы Сами Себя Исправим А Те Кто Думают Что Они Построят Большую Башню Вавилонскую И Поднимутся Наверх И Будут Воевать С Богом Таких Было Немало Но Каждый По-своему Это Делал И Все И Все Заканчивалось У них Крахом В последних поколениях Такой Можно сказать Самостоятельной почвы У них Нет Они Базируются Ни на чем А у нас Слава Богу У нас У нас Есть История У нас Есть Наука У нас Есть Данные Нам Богом Таланты Способности И Не Только Способности Разума А Именно Вот Той Веры От Которой Мы Не Можем Оторваться Нас Могут Заставить Нас Могут Мучить Нас Могут Убить В конце Концов Но Полностью Уничтожить Нас И Кончить С Можно Это Показывает Нам Вся История А то Что Сейчас Происходит В мире Который Пытался Который Пытался Внести В нас Новый Новую Функцию Либеральности Или Либеральность Сама Вот Либеральность Пожалуйста Равенство Что Было Равенство Между Всеми Свобода Слова Демократия И все Что Порождается Этим Посмотрите Разберите Мир Глобус Где Что И как Происходит Сколько Зла А каждый Из нас Каждый Из нас Имеет Влияние На определенную Частицу Частицей Глобуса Поэтому Наш Любавишский Рэбе Направлял Посланников Во все Уголки Мира И эти Посланники Там Работают И Отдают Себя Полностью В очень Непростых Условиях Для них Вместо Вместо Того Чтобы Сидеть Где Нибудь В Иерусалиме Или В роскошном Нью-Йорке Или В другом Месте Они Едут Туда Где У них Еле Есть Синагога Еле Есть Миньян Начинает Все С нуля Нет Ни Миквы Ничего Там Идти Микву Надо Лететь На самолете Семь Часов И Вот За Это Время Мир Это Видит Мир Это Видит Что Каждый Раз Когда Кто-то Из нас Одевает Филин Кто Должен Кто Обязан Одеть Филин То Это Влияет Не Только На Его Душу И На Его На Его Природную Душу И На Его Организм Но Есть Какая-то Частица Мира На Которую Он Тоже Влияет И То же Самое Женщина Если Женщина Идет В Микру Женщина Которой Нужно Идти Как Следует И Женщина Которая Зажигает Свечи Перед Шабатами Праздник Они Несут Свет Вот Этими Митцевами Они Несут Свет Не Только В себя И В свою Душу И В Свою Окружение Они Несут Свет В Частицу Мира И Там Становится Светло И В тот День Какой-то Когда Какой-то Сатана Хотел Идти На Завтра Кого-то Резать Отрезать Голову Кому-то Он Вместо Этого Вдруг Содрогнется И Скажет Слушай А Для Чего Я Это Делаю Вот Откуда Пришла Та Мысль Что Нужно Идти В 18 Летнему Парму Идти И Зарезать Человека Срезать Ему Голову Ну Где Это Сказано Так Тот Источник Который Дал Ему Вот Эту Мысль Вот Эту Идею Он Станет Намного Человечный Источник И Уже Даст Другим Мысли Ему Более Такие Светлые Пока Потихонечку Полигонечку Это Доедет До Небу И Человек Образумится Человек Как Подводник У него Вот тут Сзади Два Ахваланга Два Бака Вот так Над ним Идут Два Бака Над Любым Человеком Иудей Иврей Не Иврей Два Идут Одно С положительной Стороны Дает ему Кислород Он Дышит А другое Дает ему С отрицательной С стороны С негативной И с этим Он должен Бороться Он должен Сам Пронимать Решение А кто Ему В этом Помогает Помогает Иудей Который Выполняет Свои Митвоты Его Митвот Приносит Духовный Свет Во Всего Мир Имеется Очень Много Случаев Когда Люди Многих Из них Я знаю Лично Нерелигиозные Совершенно Атеисты Полные Вдруг Стали Религиозными Это все Было Не так Вдруг Но Стали Религиозными Очень Много Людей Совершают Конверсию Хотят Передать Иудаизм Мы Сейчас Их Не Пускаем У них Свои Заветы У них Свои Семь Заветов Которые Имеют Очень Много Пунктов Как Их Выполнять У них Свои Законы Но Они Должны Это Выполнять Не Потому Что Их Совесть Им Это Говорит Тора Была Дана На Горе Синай Как Она Была Дана Иудеям В ней Также Записаны Законы Для Для Не Иудеев И Тогда Всем Будет Благо Одно Благо И Больше Ничего Зла Не Будет И Это Все Рано Свершится Это Свершится Зачем Нам Откладывать Давайте Не Будем Откладывать А Начнем Немножко Вдумываться Что Происходит Сегодня В мире Я Уверен Что Это Приведет К Правильному Решению Что Привело Талмуд К Тому Что Они Сказали Что Если Всевышний Обратился К Авраам И Просил Его Чтобы Он Это Десято Испытание Свое Прошел Тогда Этим Самым Поднимутся Также Предыдущие Девять А А Так Они Пропадут Так Это Очень Просто Люди Что Думают Думают Что Все Вот Эти Испытания Даже Когда Он Когда Он Бросился В Печку Не Посчитался Своей Жизнью Есть У Человека Такие Взгляды Взгляды Логики Но Это Его Собственные Взгляды Он Смотрит На На Логику На Правду И Ради Этого Интереса Чтобы Доказать Свою Правоту Он Готов Отдать Жизнь Мы Должны Продолжить Вот Этот Путь Мы Не Должны Считаться С Трудностями Потому Что Настоящих Трудностей Которые Перейти Невозможно Нету Нет Таких Трудностей Рассказывается В Талмуде Медрашим Что Когда Абраган Шел На Десятое Испытание Сатана Оставил Очень Много Препятствий Чтобы Он Не Дошел Дотуда Одно Из Препятствий Было Что Вдруг Образовалось Озеро На его пути Там Где Раньше Этого Не было Очень Глубокое Озеро И он Это Видел Наглядно И он Все равно Вошел И идет Сначала Вода Дошла До Стоп Потом До Колена Потом До Пояса Потом До Груди Потом До Горла И Когда Стало Подниматься А он Продолжал Идти Не останавливался Не задумывался Ни на секунду Тогда Озеро Исчезло Испытания Сопровождают Человека Всю его Жизнь Если он Правильно К этому Подойдет Будет Знать Что это Это Все Кажется Это Все Не так За этим Что-то Кроется Будет Смотреть На это Как на На Представление То есть Он Себя Поднимет Выше Этого Предыдущий Рэбе Мы Еще К этому Придем Когда Будет У нас Наш День Ютшват Десятый День Швата В 1950 Году Ушел Из Нашего Мира Предыдущий Рэбе Рэбе Ейзов Ицхок Раяц В последние Годы Ему Трудно Было Выходить К Народу И Говорить Мама Рим Но Писать Он Еще Писал Одной Рукой И Он Написал Издавал Так Это На Определенные Субботы Издавал Труд Мамар Очень Глубокий Мамар И И И И Вот На Этот Ют Шват Он Издал Тоже Чтобы Учили Его В Будущую Субботу А Будущую Субботу Когда Люди Пришли Утро Синагогу Им Сообщили Что Он Скончался Так Рэбэ Принял Этот Мамар Как Завещание Он Состоит Из 20 Из 20 Параграф Потом Когда Рэбэ Занял Его Место Рэбэ В Определенные Дни Говорил Собственные Мамары Когда Приходила Суббота Она Очень Важная Суббота Ютшва Рэбэ Мамар Не говорил Пользовался Вот этим Мамаром Что Значит Говорил Каждый Год Когда Он Говорил Мамар Он Останавливался На Одном Обзаце Этого Одного Из 20 То есть Первый Год После Кончины Он Объяснял Один Обзац Потом На Следующий Год Второй Обзац Своими Словами Новый Мамар Он Говорил В котором Тоже Было Не Меньше 10 Или 15 Обзацев Как Мы Должны Бороться В Жизни С Вот Этими Трудностями Мы Говорим Сейчас О Людях Которые Прошли Страшные Трудности Есть Так 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 Степень В Душе В Душе Природной На Которую Наседают Всякие Извращения Там Есть Такое Извращение Которое Называется Штут 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 Это Если Так Перевести Просто Это Получается Глупость Глупость Лишение Логики Лишение Разума А мы Же Нашу Природную Душу Животную Знаем Что Она Не Глупая Если Она Была Глупая Она Не Могла Вот Так Охватить И Окутывать Нас Каждый Раз По Новому На Те Же Грабли Мы Наступаем Каждый Раз Она Бы Не Могла Это Сделать Если Мы Были Умнее Но Она Умеет Подойти Так И С Правильной Философией С Правильной Дипломатией Подходит Так Что Ты Теряешься В Е Объятиях Но Это Не Всегда Ей Удаётся То Не Всегда Она Побеждает Её Логика Обычный Подход Логичный Не Всегда Осиливает Нашу Логику И Тогда К Чему Она Пробегает К Тем Что К Потому Что Находится Ниже Логики Ниже Она Прибегает К Болотной Грязи Тупой Грязи Это Называется Штут Де Клипе Её Глупость Клипа Нормально Как Как Человек Сотворён Богом Он Сотворён Так Что Он На Какой-то Процесс Против Бога Не Пойдёт Ни в чём Любой Человек Любой Народ Не Встанет В Противоборство С Богом Так Он Сотворён Поэтому Его Чистая Натуральная Природа Надарила Вот Такими Качествами Только Какие-то Страшные 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 Извращения Которые Он Прошёл Могут Привести Его К этому Что Он Выйдет Против Бога Какое Оружие Мы Можем Предоставить Против Этого Мы Должны Открыть Себе То Что Называется Штут Да К Душам Святой Штут Святая Нелогика Святая Неразум Слепая Вера Вот Эти Мы Можем Побороть То Что Сегодня Сегодняшнее Зло Преподносит Нам На Тарелочке Идите Меняйте Пол Свой Идите Совершайте Однополые Браки Спаривайтесь С животными Полная Демокрация Никакого Отношения К демокрации Не имеет Настоящая Демокрация Вы знаете Где Находится Настоящая Демокрация Это Вторая Рева Как-то Говорил Об этом Где Мы Это Видим Вторая Демокрация Наоборот Мы же Видим Что Там Что-то Требуется От Человека Тут Не Сиди Тут Не Стои Тут Не Лежи Так Не Одевайся Одевайся Правильно Одевайся Вот Не Не Что Там Тебе Говорит Армани Или Версачи Или Что-нибудь Такое Одевай То Что Подходит Еврею Религиозному Где Где Демократия Тора Демократия Демократия Сейчас Большинство Целый Город Погиб Из Женщины Дети Из Одного Человека Он Даже Может Быть Очень Пожилой И Больной Все Все Вот Это Демократия Каждый Имеет Свой Вес И Своё Место И Это Так Закон Который Где-то В стороне Находится Но Тору Это Одно Целое А Когда Ты Держишь Что-то Целое Неважно Что-то Держишь Ты Держишь Все Без За Этого Хватился Реды И Мы Должны Знать Что Вот Это Это Наша Демократия Мы Не Должны Стесняться Нашей Тору Мы Должны Сначала Сами Пытаться Понять Когда Поняли Дать Понять Другим И Каждый Вокруг Себя Должен Это Делать До Свидания Дорогие Желаю Вам Успехов В Применении Всего Услышанного Должны Должны